Девушки отдыхают 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 по орудию, а это основное, что я всегда зацениваю стоя в ангаре, а все остальное будем тестить непосредственно в самом бою, то обратим внимание, что по цифрам здесь все вполне нормально сбалансировано. Время сведения 3.3, разброс 0.378, великоват. ДПМ крайне сложно реализуем ввиду того, что машина не является супер живучей. Для пятого уровня время перезарядки 6.5 секунд долговатые. Это с учетом того, что в оборудовании у меня установлен досылатель. Средний урон 160 единиц. Я бы сказал, что больше похоже на средний танк, какой-нибудь коллекционный на шестом уровне, а это все-таки пятерка. И просто ошеломляющий угол слонения орудия вниз в минус 12. Играется не то, что комфортно, а просто божественно. Дорогие разработчики, дайте мне, пожалуйста, минус 12 на какого-нибудь условного ИСа 7, и я поцелую вас в темечках. Ну что, берем тачку и поехали посмотрим, на что этот красавец способен в реальных рандомных боях, в которых когда-то очень часто катался, а сейчас его днем с огнем не смотрят. господи ты боже мой, более 10 минут балансировщик не мог понять вообще, куда меня пихать, в какой бой меня пристроить. И это при том, что количество желающих войти в катку на пятом уровне порой достигало более 30 человек. Это говорит о чем? Это говорит о том, что даже сам балансировщик смотрит такой на Шермана 5 и говорит, что? Кто это такой вообще? Нет такой машины в игре ГСН, что ты пытаешься сделать? А нет, ребят, машина все-таки существует. И вот спустя долгое время я наконец-то попал в бой, в котором отхватываю уже три раза тычку, еще ни в кого не отстрелив ни одного снаряда, и боюсь, что следующего входа в бой я просто по факту не переживу. Ну как не переживу? Морально, безусловно. Я не знаю, ребят, что происходит. Возможно, действительно, балансировщик не может понять, кто это такой, потому что по нему статистических данных-то нет. Балансировщик не понимает, какой у него процент по победам, каковы его возможности, куда его лучше пристраивать, каким машинам именно из-за этого попасть в бой на данной тачке, наверное, еще сложнее, нежели вообще заиметь ее. Хотя и, как я говорил, получить ее тоже не особо получится. В отношении передвижения по карте, в отношении точности орудия, в отношении всего остального. По большому счету, это обычный Sherman Firefly, который есть у большего количества игроков, нежели Sherman V. Но от этого легче не становится. Играется не очень легко, я бы не сказал, что очень весело. Единственное, что классно, действительно, по факту, так это то, что орудие, ну, прям совсем точное. Ты попадаешь всегда, везде. Ты успеваешь свестись, ты успеваешь выцелить серую зону, ну и, соответственно, успеваешь нанести урона своему сопернику. Сейчас подождем кого-нибудь, кто засветит свои серые зоны, ну и, соответственно, будем по нему уже закидывать. В целом, ребят, не могу сказать, что Sherman V это действительно какая-то веселая, фановая машина, которая прям в каждом бою будет доставлять вам удовольствие. Это не более, чем последний из магикан, которого вы никогда не встретите, никогда не найдете, никогда себе не купите. Возможно, может быть, когда-нибудь получите в каком-нибудь ивентике, если на то будет воля разработчиков. Но, по большому счету, справедливости ради, это далеко не имба. Это чисто ради фана и просто для того, чтобы в коллекции в ангаре стояло и вы были тем уникальным игроком, у которого данная машина в ангаре присутствует. Слава богу, что данный бой закончится победой, потому что столько прождать и зайти в катку, в которой еще и поражение получить, было бы совсем грустно. Ну, а так выходим с победоносным маршем. Я не особо буду сейчас акцентировать внимание на том, что у меня получилось сделать за данный бой, потому что, по большому счету, видео-то посвящено не тому, как круто на Sherman V нагибать и на что машина реально способна в виде фарма серебра или подобных вещей. За 807 единиц урона получаю сразу с легкостью знак классности в третьей степени, сделал бы несколько фрагов и кинул бы больше урона и однозначно получил бы мастера. Ну, просто потому что результативность данной машины сравнивать, по большому счету, просто не с кем. И, наверное, если бы данная машина была у меня в ангаре и на то, чтобы входить в бой не приходилось тратить более 10 минут, то данную тачку я бы, наверное, использовал для получения знаков классности, проходя какие-нибудь ивенты, где именно за это можно было бы получать какую-нибудь игровую валюту и забирать себе какую-нибудь халявку. Ну, а так, Sherman V остается пока у меня исключительно на пресс-аккаунте, где я имею честь выкатить данную машину для того, чтобы она тряхнула своей сединой. Тачка все-таки уникальная. Пускай не крутая, пускай не имбовая, может быть, не самая нагибающая и не самая веселая, но сам факт наличия данной машины в игре отрицать уж никак нельзя. Если вы за то, чтобы вы видели в этих видео, я имею в виду у меня на канале не только исключительно новости по игре и обзоры на те тачки, к которым мы все привыкли, а еще и видели обзоры на редкие машины, подписывайтесь на канал, пишите обязательно свои комментарии, как по поводу Sherman V, так и по поводу самой идеи снимать видео на очень редкие машины. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok